Друзья, приветствую! С вами Станислав, магазин Гироскутершоп и у нас очередная новинка среди электроскутеров. Сегодня мы с вами познакомимся с двумя моделями от компании Skyboard Trike Chopper. Посмотрим, чем они отличаются, на что они не способны. Поехали! Итак, друзья, давайте с вами знакомиться. Справа от меня находится Chopper White Pro трехколесный и слева Hero Pro. Данный скутер, они, в принципе, очень похожи друг на друга и в технических характеристике, поэтому мы решили записать одно видео и сделать небольшое сравнение. Все эти два Trike от компании Skyboard Chopper у нас с вами необычные с точки зрения задней подвески, системы управления, потому что у нас здесь нет редуктора, как на всех классических трехколесных байках. Здесь у нас идут полноценные электромоторы. Два скутера снабжены, каждый из них, по два мотор-колеса по 2000 Вт. Общая мощность 4000 Вт. В каждом скутере из наших двух Trike снабжены также независимыми двумя контроллерами по 2000 Вт, каждый, по заявлению производителя, и аккумулятором быстросъемным на 60 Вольт 21 Ач. По заявлению производителя, максимальная скорость данных скутеров достигает до 55-60 км в час, но мы замерим обязательно в этом видео скорость и с вами поделимся. Пробег на одной зарядке на каждом из байков составляет в пределах 50-45-50 км. Но, как и ранее говорил во многих видеороликах, повторюсь и сейчас, что любая скорость, как и пробег, зависит от многих факторов, таких как вес райдера, манера езды и погодные условия. Итак, друзья, давайте более подробно ознакомимся с вами с этими чопперами, с их возможностями. Более детальная информация, технические характеристики и параметры этих скутеров вы видите сейчас на экране. Нажмите, пожалуйста, паузу для того, чтобы более детально ознакомиться. А мы с вами сейчас пройдемся по основным узлам и, конечно, покатаемся. Итак, друзья, давайте начнем по порядку. Я начну, наверное, с этой модели Hero Pro 4000 Вт. Он у нас снабжен с каждым мотором колесо. То есть вы видите, что сзади у нас нет редуктора. Если мы берем с вами обычный трайк, сзади стоит редуктор. Когда мы едем на небольшой скорость, там 25-30 км в час и поворачиваем влево либо вправо, то байк можно заваливаться немножко на ту сторону, на которую вы поворачиваете. То есть можно завалиться на нем. На данных чопперах, на данных трайках это сделать сложнее. Почему? Потому что здесь независимая подвеска, редуктора нет. Если вы обратите внимание, основная изюминка этих трехколесных байков – это независимая подвеска. Обратите внимание, как она сделана. Сразу забегу наперед, потому что, я так думаю, у многих есть вопросы. Что здесь у нас стоят? Втулки либо просто болты. Здесь у нас все крепление стоит на подшипниках, поэтому срок службы будет максимальный. Ну а так, конечно же, все покажет время. И эксплуатация, безусловно, потому что это новинка. И пока тяжело сказать, как себя техника будет вести через полгода эксплуатации, год и так далее. Но мы в этом видео покатаемся с вами по неровностям. Посмотрим, как подвеска сама по себе ведет. Сразу могу сказать, что мне понравилось. Мне понравился тяговидность данного скутера. Покатался я на обоях. На Hero Pro мне что понравилось – это то, что здесь он более такой тяговидый. У него, скажем так, практически нет такой задержки. На White Pro задержка чуть-чуть больше. Поэтому здесь и скорость набора на Hero Pro более интереснее, более динамичнее. Поэтому данный скутер, скажем так, Трайк не зашел больше, сразу забегу наперед. Как вы видите, данный скутер Hero Pro у нас снабжен полноценно двумя сиденьями. То есть, одна передняя широкая для полноценного райдера с любым, скажем так, весовой категорией. Максимальная нагрузка данного скутера выдерживается, по заявлению производителя, 250 кг смело. Также установлена задняя полноценная сидушка. Здесь у нас с вами стоит, мы просто не установили, спинка для заднего пассажира. Попробую присесть, потому что я так думаю, что у многих, наверное, сложилось мнение, что сидушка как-то, может быть, и не выдержит нагрузку. У меня тоже такое было мнение. В принципе, оно и есть. Но я попробую присесть и вам показать, как оно... Вот так вот я присел на него сейчас. В принципе, меня держит. С моим весом 78 кг на сегодняшний день держит нормально. Но, тем не менее, друзья, рекомендую всем райдерам, которые будут ездить на данном скутере вдвоем, держитесь полноценно за водителя. То есть, не так вот, что здесь за ручку. Хотя здесь ручка тоже присутствует. Здесь она мощная, поэтому можно и спереди взяться. Но стандартный муциклетного формата. Берите, обнимайте водителя, не стесняйтесь и катайтесь. Так вот, здесь у нас сидушка полноценно задняя. Вопросов нету. Передняя тоже. То есть, в принципе, здесь можно загрузиться даже втроем при желании. Потому что, если мы с вами сдвинемся немножко вперед, сзади у нас остается место. Понятное дело, как говорится, здесь полноценно такого места нету. Но, тем не менее, как есть поговорка, в тесноте да не в обиде. Тем не менее, втроем при желании сесть можно и ездить на этом скутере также возможно. По клиренсу, да, вы видите, друзья, что клиренс, учитывая, что подвеска здесь независимая, она не очень большой клиренс у нас. И тем не менее, что мне бросилось в глаза, так же, так как она независимая и у нас есть возможность хода вправо-влево достаточно большой, то при наклоне, видите, вправо у вас клиренс съедается и здесь, в принципе, он небольшой остается. С другой стороны все то же самое. Друзья, здесь у нас с вами табличка расположена на байке ВИН-номера и завод-производителя. Также у нас указаны здесь характеристики максимальной нагрузки 258 кг, максимальная скорость 45 км, ну и, соответственно, его мощность 3,9 кВт, да, то есть в сумме 4 кВт практически. Давайте мы с вами перейдем к основе всех электроустройств, это аккумулятор и контроллер. Аккумулятор, как я вам сказал ранее, здесь оба скутера у нас снабжены 60-вольтовым аккумулятором быстросъемным на 21 Ач. Аккумулятор же на обоих байках находится под сидением. Здесь у нас находится замок с ключом, поворачиваем, снимаем сидушку, убираем ее в сторону. И здесь мы с вами видим полноценный чемодан-аккумулятор с ручкой и два силовых кабеля. Почему два силовых кабеля? Потому что, как и ранее я вам сказал, здесь находятся у нас с вами два контроллера, соответственно, у нас от каждого контроллера идет питание. Отсоединяем, снимаем и вот такой чемоданчик у нас с вами. Здесь мы с вами видим отметку только вольтажа, 60-вольтовый, но здесь нет отметки по емкости. Ну, как производители говорят, что 21 Ач. В принципе, за компанией Skyboard не было замечено, что ампераж на каких-то байках меньше, чем они заявляют, поэтому доверимся заявлению производителя. Так, подключили. Так, друзья, давайте с вами сразу перейдем, посмотрим, где находятся контроллеры. Так, вот здесь у нас замок, тоже снимем площадку. Итак, друзья, здесь у нас с вами мы наблюдаем отсек по второй аккумулятор, полноценный, с выведенным силовым кабелем. И здесь у нас находятся контроллеры. Вот мы сейчас отсоединим крышку металлическую. Здесь мы видим, один стоит вертикально, другой горизонтально и находится проводка. Контроллеры достаточно мощные. Мангал стандартный, ничего сверхъестественного здесь нету. Сделана нижняя часть из пластика, с водоотводом здесь у нас есть щели. Вода будет уходить. Так, что хочется сказать также по подвеске. Подвеска здесь, на самом деле, честно скажу, достаточно жесткая, особенно задняя. То есть передняя, на принципе, отрабатывает неплохо, но задняя она жестковата. Даже, смотрите, под нагрузкой, да, сейчас проверяем, практически не прогибается. Помимо того, что она жесткая, задняя часть, она очень тяжелая за счет того, что сделана у нас с вами такая вот подвеска, достаточно монолитная, мощная. Даже сейчас присяду, попробую попрыгать на нее, чтобы вы через камеру могли увидеть, как отрабатывает подвеска. Достаточно жестковата. Давайте переднюю проверим. Передняя подвеска намного лучше и намного мягче. Не замечено, что что-то пробивает, но в любом случае это только эксплуатация покажет. Отрабатывает хорошо. Давайте попробуем White Pro. Попробую тоже так присесть попрыгать на ней. Видно, что она жестковата. Теперь передняя. Передняя тоже достаточно хорошо отрабатывает, как и на Hero Pro. Как вы видите, в принципе, они сделаны два байка совершенно аналогично. Отличие только, как и сказал, это и визуально видно, это по размеру колес. То есть здесь мы видим с вами более тонкие. Здесь 12-дюймовые колеса. Узкий профиль достаточно. Здесь у нас с вами широкий профиль колес, литья и находится сзади полноценный багажник. То есть, в принципе, данный скутер изначально разрабатывался, как я понимаю, компанией Skyboard как полноценно одноместный. Но можно перевозить какую-то ручную кладь либо небольшие грузы. Да, друзья, и что хочется сказать, что, в принципе, данные скутеры, они так же, как по сидению и багажнике, они и трансформеры идут. То есть, если вы обратите внимание, то у нас вот этот багажник спокойно можно открутить с помощью вот здесь вот крепежей, в которых болты идут, и вот верхней части. То есть, можем снять багажник и поставить сюда сиденье. Сиденье у нас заднее крепится вот здесь вот на болты тоже. То есть, при желании, можно сидушку поставить сюда, полноценно для заднего пассажира. А багажник можно перекинуть сюда. То есть, здесь уже в зависимости от ваших пожеланий. Если резюмировать, то есть, данные скутеры у нас отличаются только двумя параметрами. Это узкие, здесь на Harrow Pro узкая резина, узкий профиль. Здесь у нас более широкая. На White Pro здесь у нас также присутствует корзина. На Harrow Pro полноценное сиденье для заднего пассажира. Давайте с вами пробежимся по системе управления, системе управления света. Наверное, пройдемся на этом скутере, на White Pro. Она совершенно аналогична, как и с Harrow Pro. Итак, друзья, кстати, фишку небольшую вам расскажу. Здесь как включать скутер. Вот вы, вам привезли собранный скутер, да, либо вы сами собрали. Здесь у нас с вами находится питание. Сейчас я проверю включение. Да, все. Здесь мы включаем питание. Дальше поворачиваем зажигание. Включить. А табло у нас не загорается. На самом деле, я сначала голову ломал, думаю, что такое, что это дело не так. Силовой кабель подключен. Автоматика включена, зажигание тоже. А фишка здесь в том, что стоит у нас с вами подножка. И все. Посмотрите, подножку я ставлю на место обратно. И подножка. Все. Он завелся. Вот можете посмотреть на экране. Здесь у нас полноценный дисплей. И можно начинать движение. С левой стороны мы видим с вами вольтаж, заряд аккумулятора. С правой стороны у нас спидометр. Освещение показывает также режимы скоростей. Дублирует также заряд аккумулятора. И пробег на данном скутере. По системе управления. Система управления. Кстати, ручки грипсы достаточно удобные. Нет здесь скольжения руки. То есть все достаточно хорошо держит. С левой стороны тумблер включения света. То есть габариты и ближний и дальний свет. И здесь у нас включение питания основной фары. То есть у нас когда включаем скутер. Загораются габариты. При утапливании верхней кнопки. Загорается основной свет. Две линзованные фары. Здесь тумблер у нас поворотников. Поворотники. Все оба скутера снабжены. Спереди поворотники и поворотниками сзади. Звуковым сигналом. Здесь у нас тумблер переключения скорости режима. То есть драйв это передняя скорость. Реверс это задняя скорость. С правой стороны у нас с вами мы видим тумблевое переключение режима скорости. То есть первая, вторая, третья скорость. Как правило третью мы с вами ставим. И на автоматике едем максимальную скорость. И стандартная у нас ключ зажигания. Здесь у нас если обратить внимание тормоза стоят гидравлические. Без регулировки рукоятки по длине. Но соответственно также с указателем уровня жидкости. То есть мы его с вами можем видеть и при необходимости доливать. С левой стороны на обоих байках снабжены стояночным тормозом. То есть при необходимости вы можете зафиксировать его на стояночный тормоз. И скутер никуда у вас не поедет. Либо убираем все и продолжаем движение. Зеркала идут в комплекте данного скутера у обоих моделей. В принципе основные узлы по параметрам я вам рассказал. Фары ознакомиться, смотрите как у нас горят. Освещение фары по моему мнению на данных скутерах их достаточно. В темное время суток будет светить достойно. Переходим на заднюю часть у нас системы управления светом. Здесь у нас с вами поворотники находятся. Стоп-сигнал, катафот, отражатель, габариты здесь освещения. Честно скажу, не знаю для чего вот этот набалдашник такой был сделан. Для поворотников можно было здесь их намного сделать покороче, по моему мнению. Но, опять же, наверное, чтобы лучше было видно на дорогах, когда вы едете. Ну, не знаю. Дайте обратную связь, друзья, в комментариях, пожалуйста. Давайте перейдем к делу. Я так думаю, что мы потестируем каждый из этих скутеров. Посмотрим, как они себя ведут на бездорожье. Как они ведут себя на возвышенностях. Ну, и, в принципе, динамику этих скутеров. Начнем мы с Herald Pro. И вернемся, поменяем, возьмем другой байк, поедем покатаемся, сравним. Поехали. Так, ну что, поехали, друзья. Удалось пока разогнать пятьдесят пять километров. Учитывая того, что он еще у нас наполовину разряженный. Поэтому, друзья, я думаю, что шестьдесят смело он может и ехать. Давайте сейчас в горочку поедем, попробуем. Друзья, что могу сказать от себя, что замер в курсе показал, что наполовину разряженный с половиной разряженным аккумулятором, байк выдал даже в горку. Пятьдесят три километра в час. По мне, для трайка более чем достаточно. Байк себя ведет великолепно на скорости. Нигде ничего не заваливает. Ведет себя хорошо. Поэтому точно могу сказать, что на скорости, при скорости управляемся у него великолепно. И дорога держит отлично. Поэтому компания Skyboard молодцы. То, что сделали с точки зрения динамичный трайк и с хорошим, в принципе, системой управления. Вопрос с точки зрения влево-вправо вот этого уклона. Здесь, ну, серьезно, надо, по моему мнению, нужно привыкать. Пока мне это непривычно. Но, знаете, друзья, согласитесь, что когда-то нам было непривычно кататься на велосипеде учиться. Мы не умели этого делать. Всему человеку учится. Поэтому здесь вопросы. Я предполагаю привычки. И все. Сейчас мы замерим еще раз скорость. А, вот показал даже. Пятьдесят семь километров сейчас. Смотрите, друзья. Максимально было пятьдесят семь. С половиной разряженным. То есть, в принципе, я думаю, что шестьдесят пять на полной зарядке. Даже порядка, где-то до семидесяти. Я думаю, что он может выйти. Шестьдесят пять точно. Сейчас попробуем, замерим еще. Пятьдесят пять. 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 поверхности без уклонов без наклонов, как говорится байк себе отлично показал в дороге, на скорости по мне, честно, ожидал худшего, честно скажу держит дорогу великолепно ну что, друзья, давайте попробуем с вами съехать с лестницы смотрите, как подвеска идет себе на этом байке, в принципе, она аналогична, поэтому я думаю, ничего нового мы не увидим попробуем с небольшой динамикой съехать посмотрим, как отрабатывает подвеска 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 Ага, как я и думал. Сейчас чуть вперед. Честно, друзья, скажу так, что по моему мнению сугубо, то есть на таких вот скутерах, мне лично, система управления вообще этих скутеров достаточно тяжело дается. Непривычно, наверное, скорее всего, так я назову. Классические скутеры как-то они более устойчивы, потому что я не могу привыкнуть, все-таки когда ты едешь прямо, все равно есть наклон. Вот это при сбрасывании скорости. Он завалится вправо, либо влево. Нужно либо держать баланс постоянно, спина должна быть напряжение. И тогда только можно, вот сейчас я держу баланс. Вопрос, наверное, нужно, наверное, как говорится, приноровиться и привыкнуть. Итак, друзья, ну что, покатались мы с вами на этих скутерах, посмотрели по характеристикам, пробежались по основным узлам. Что могу сказать от себя? Динамика этих скутеров мне впечатлила, мне понравилась. Что не понравилось? Не понравилось. Непривычно, по крайней мере, с точки зрения держать баланс. Постоянно надо спину держать напряжение. Постоянно завалится либо лево, либо вправо. Это я вам даю обратную связь, чтобы вы понимали для себя. К этому нужно привыкать. Поэтому здесь вопрос привычки. Что еще хотел бы попросить, например, обратную связь для компании Skyboard? Поработать на задней подвеске. Хотелось бы переднюю, вопросов нет, отрабатывать великолепно. Заднюю, конечно, хотелось бы немножко помягче. Кто-то, наверное, сейчас вы меня спросите, для, скажем так, каких мест или для чего подойдут данные скутеры. По моему, опять же, убеждению, это не городская история однозначно. Однозначно, это загородно. И, опять же, данные скутеры, трайки с независимой подвески больше подойдут для бездорожья, полноценного бездорожья, полноценных пересеченных местностей, где есть большие уклоны, съезды, перепады по поверхности. Поэтому, друзья, я считаю, что данные скутеры, они больше подойдут к этим поверхностям. Поэтому, друзья, оставьте, пожалуйста, ваши комментарии, скажите, напишите, что вам понравилось, как вам вообще эти байки. Просто интересно, ваша обратная связь в комментариях. Поставьте лайк, поддержите нас, потому что снимаем видео специально для вас, даем обратную связь. Ну, а с вами был Станислав, ваш верный друг. А я вас жду на тест-драйв по адресу Москва, Большая Декабрьская, 3, строение 1. Это метро 1905 года, торговый центр электроники на Пресне. 200 метров от метро. Также имеется парковка. Огромный ассортимент электротранспорта, самокаты, электроскутеры, мотоциклы, сегвей, гироскутеры на любой вкус и цвет. И все новинки, они у нас присутствуют. И также тест-драйв. Всем желаю хорошего дня. Удачи. Пока-пока.